День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы продолжим играть в игрушку под названием Daybleed Pixels и отправимся в третий сон. Итак, сейчас мы видим мультик для третьего сна. И знаете, я понимаю, что я притормаживаю иногда, но я совсем недавно понял, что, оказывается, уровни зависят от того, где девчонка пытается уничтожить книжку. А то есть под землёй, сейчас под водой или в следующий раз в огне. А то есть, ну, да. Может быть, я стормозил. Мне интересно, вы сразу догадались? Сразу ухватили эту идею? Или тоже так, а-а-а-а, дошло до меня три недели спустя. Итак, третий сон, глава 1. И всё начинается с ужасного-ужасного падения. Я вам советую просто пролететь с одной или с другой стороны, потому что там есть бомбы, и они вам дадут просто дополнительную кровь для чекпоинта. То есть, они вас не поранят так или иначе. Это абсолютно безопасно, но стоит-стоит задеть или тех, или других. И здесь стоит, вот я сейчас здесь поставил чекпоинт, всегда стоит на этом уровне смотреть, где лучше поставить чекпоинт. Мне в один момент повезёт, я соберу достаточно крови, но там просто получается иногда, что убиваешь не всех врагов и просто-напросто не хватает крови. Или, например, убиваешь слишком много врагов или слишком круто, и предлагает взять чекпоинт слишком рано. То есть, конечно же, можно его взять, но он тогда абсолютно неудобно стоит. И вот, например, здесь очень-очень важно потихонечку скользить по льду, потому что если мы быстро будем скользить по льду, мы или промахнёмся по врагу, или слишком далеко от него отскочим, когда как медленное-медленное скольжение даёт нам практически никакой отдачи. А то есть, мы можем спокойно взять и пройти. Конечно же, здесь я, по-моему, не прохожу. По-моему, это один из тех, да, одна из тех смертей, которые я оставил в игре. Но, в общем, тут нужно просто чуть-чуть прочувствовать вот этот вот момент скольжения, а то есть, медленное скольжение. Быстрое скольжение, оно и бесконтрольно, а то есть, оно нас отправит влево или вправо, и ударит нас просто об врагов. Что здесь очень важно, опять же, попытаетесь убить всех врагов, потому что они все отдают отличное количество крови. Для следующего чекпоинта как раз подойдёт. Вот, итак, давайте сейчас посмотрим, что это будет. Я уже не помню, что это было, как я это проходил. Это было уже пару дней назад, и сейчас я, например, мучаюсь с уровнем 4.2, потому что 4.1 казался, знаете, абсолютно невозможным. Но потом я его прошёл. Мне его ещё нужно пройти для камеры. То есть, я... Мне уже страшно. Я уже очень-очень рад, что я третий сон прошёл, а четвёртый это что-то. То есть, это... Ну, очень нездоровые вещи там происходят. Итак, сейчас посмотрим, если я справлюсь со сменожиками, это значит, я прошёл. И, по-моему, я справлюсь со сменожиками. А то есть, мне чуть-чуть крови не хватает. Так, вот этим... Отлично. Не бери здесь чекпоинта. Сказал я сам себе. И вроде бы... Зря или не зря. Я уже не помню. По-моему, это и есть тот самый момент, когда стоило бы чуть-чуть подождать. А то здесь, по идее, не тяжело пройти. Подождать и протянуть за собой чекпоинт подальше. Но, как говорится, взял там чекпоинт. И он мне, по-моему, не понадобится. Здесь я пройду абсолютно-абсолютно безошибочно. Да, вот здесь вот, как видите, я собрал достаточно крови. И вот здесь вот чекпоинт обязательно иметь. Итак, здесь посередине платформы стоять ни в коем случае нельзя. Потому что они вас с обоих сторон будут бить. От них очень тяжело вернуться. Легче всего встать с одной стороны и пинать одного из врагов наверх. А то есть, левый или правый, это вы сами смотрите и выбирайте. Это абсолютно не важно. Что важно, это с ними разделываться очень быстро. То есть, раньше, чем вы подъезжаете к ним. И это можно сделать очень легко. Потому что этот удар, он действует сквозь стенки. И вы можете намного раньше начать заряжать этот удар. И пнуть врага. Ну, считайте, вот как только-только вы подъезжаете. Вот, посмотрите. Я, по-моему... Да, вот здесь вот, конечно же, ошибочка вышла. Я показал то, что нельзя делать. А вот здесь вот, видите, я еще даже, ну, не знаю, у меня голова не поравнялась его пупком. Ну, так, ну, предположим, что у него есть пупок. Так, тихо. И я уже бью. То есть, видите, заряжаешь, бьешь. Заряжаешь, бьешь. Очень-очень просто. Я сначала мучился, пытался пропрыгать. Абсолютно невозможно. Ну, или, скорее всего, возможно. Потому что, знаете, я в таких играх, в которых есть требования, то есть, научись чему-то, конечно же, можно. То есть, можно научиться, можно спокойно пройти, если достаточно долго провести времени. Но, конечно же, если не сходить с ума, то лучше всего слишком много времени за такими играми не проводить. Потому что, да, это очень давит. И поэтому, чем легче, чем быстрее, тем лучше. И так, давайте. И теперь началось. По-моему, это один из уровней, в котором по-настоящему приходится делать очень-очень много вещей на время. И вот это вот одно из самых-самых важных и неприятных. Потому что здесь враги, которых слишком долго убивать, если их бить руками. А то есть, подбросить их наверх невозможно. Они стоят в маленьком коридорчике. И их нужно пинать, 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 пинать. И вот здесь вот, например, становитесь, пинаете. Здесь у меня проблема в том, что у меня один из врагов оказался у меня за спиной. Я начал тормозить, думать, что делать, и не успел. А то есть, здесь нужно успеть пробежать всю дорожку, пнуть рычаг и поднялся наверх. А то есть, на врагов не теряйте времени. Вот, например, этого первого врага я предпочитаю пропустить. Потому что у нас будет достаточно крови попозже. Но здесь очень-очень важно как можно быстрее пробежать, как можно дальше оторваться от врагов. И здесь пинками постоянно работаем пинками. Это очень-очень просто. Единственное, нужно следить, чтобы враги не забрались, скажем так, за нас. Итак, вот он, пинок наверх, пинок еще раз наверх. И мы поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Получаем чекпоинт. Я уже сам смотрю. Мне легче становится каждый раз, когда я чекпоинт получаю. Как я себя чувствую, когда я играю. Страшно. Итак, давайте спустимся вниз. И здесь очень-очень важно не концентрироваться на врагов. А то есть, первое, это подождать, пока враги отойдут подальше от двери, которую вы себе прорубаете. Лучше всего, чтобы они были посередине. И просто пропустить их. А то есть, драться с ними в этой комнате бесполезно. Вы можете их пнуть наверх, но это может оказаться лишней тратой времени, как вы видите здесь. А то есть, я вроде бы пнул и минимально, минимально увернулся от циркулярок. Если бы у меня не было секунды, даже четверти секунды, я бы умер. И я умирал. То есть, несколько смертей таких я пропустил, вырезал. А то есть, я концентрировался слишком много на врагов. Возвращался к стенке и умирал уже от стенки, не от врагов. Поэтому следите за этим. Здесь, как я осьминожиков не люблю. То есть, я всех врагов не люблю. Здесь есть ситуации, в которых любой враг может быть жестоко-жестоко страшным. Но осьминожики это что-то с чем-то. А также еще убийцы с ножами. Итак, вот здесь вот очень важно взять чекпоинт рядом. А то есть, посмотрите, вернитесь, убейте врагов, возьмите здесь чекпоинт. Потому что это последняя, скажем так, загадка. Здесь очень важно. Первое. Это подождать, пока враг наверху пройдет дверь, чтобы он нам не мешал идти дальше. Потому что у нас слишком мало времени здесь. И продолжить, продолжить побежать вперед. И вот этим я горжусь. Это я вам точно скажу. По-моему, я прохожу это безошибочно. То есть, сразу же без проблем. Конечно же, с тренировкой. Потому что я уже второй или третий раз прохожу этот уровень. Но то, что у меня получилось пройти, это очень-очень приятно. Итак, здесь просто пинком. И на ауру чекпоинта уже не смотрим. Здесь негде будет взять чекпоинт. Здесь нам нужно просто пробежать вперед. Уже на самом верху дверь. Она нас ждет. Она нас зовет. Циркулярки. Я точно не знаю, они все еще за нами идут или нет. А то есть, они перестали за нами гнаться. Не уверен. Честно говоря, не уверен. Поэтому лучше всегда поторопиться. Но осторожно поторопиться. Здесь точно циркулярки новые за нами пошли. Итак, здесь просто пропрыгиваем. Как видите, я пытаюсь игнорировать всех-всех-всех врагов. А то есть, отталкиваю этого врага и прохожу. Аж легче стало. Итак, 16 минут на прохождении. И я говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.